Стоп! Вы тоже обратили внимание на 14 номер и подумали, что вам показалось. А давайте-ка еще раз. Эти фрагменты с матча открытия Олимпийского стадиона в Сиднее я демонстрирую, чтобы сразу дать вам возможность оценить масштаб футбольной личности героя нашей сегодняшней истории. Он стал первым российским футболистом после легенд советского футбола, удостоившимся официального приглашения FIFA на выставочный матч в составе сборной лучших футболистов планеты. Наследник Черенкова, футболист эпохи, лучшая левша Восточной Европы, какими только статусными эпитетами не нарекали Илью Цимбаларя. Пожалуй, главного российского таланта 90-х, который блистал не только на поле. Максимально компанейский, добродушный парень, с лица которого никогда не сходила улыбка. Самая обаятельная улыбка в футболе, как называл его Олег Романцев, через которого прошло несколько поколений по-настоящему великих игроков. Но главный любимчик у него все-таки был один-единственный. Однако же, почему самый яркий футболист того поколения, игрок, который был ярче мостового и Карпина, так и не уехал в Европу, имея при этом множество предложений по ходу всей второй половины 90-х? И проведя в итоге всю активную часть карьеры в Спартаке и покинув его всего лишь в 30 лет, он сразу же из очах. В этом нам сегодня как раз и предстоит разобраться. В 6 лет маленький Илюша Цимбаларь начал заниматься в детской спортивной секции одесского черноморца. Будучи уже подростком, он перебрался в киевский спорт-интернат, который успешно закончил и получил распределение обратно в родной город, в свой первый в жизни клуб. Однако надолго в Черноморце Цимбаларь не задержался, поскольку у него маячила перспектива загреметь в армию, а в клубе как-то решить этот вопрос не смогли. И в итоге транзитом через еще один одесский клуб «Динамо» Цимбаларь оказался в третьем футбольном клубе из Одессы армейском СКА, где он и отдал долг родине. При этом СКА тогда играл во втором советском дивизионе. Лучшей школы футбола и в целом жизни для молодого парня и не придумаешь. После окончания срока службы в 89-м 20-летний Илья снова возвращается в Черноморец, чтобы на этот раз уже стать основным игроком команды и выиграть вместе с ней несколько трофеек. В 90-м Черноморец станет победителем последнего розыгрыша Кубка Федерации Футбола СССР. Ну а уже после распада Союза команда в первом же чемпионате Украины завоевала бронзовые медали, а также выиграла национальный кубок. Причем Цимбалай забил единственный победный гол в финале турнира. Каратенечко напомню, что этот ролик выходит при поддержке Лиги Ставок, где представлена весьма богатая и широкая линия на российский футбол и множество других всевозможных соревнований из разных видов спорта. Кроме того, Лига обновила свое приложение, где теперь появилась новая фишка Swiper, которая освободит время и найдет множество интересных событий вам на выбор, а там уже либо свайп лево, либо свайп вправо. Бонус до 10 тысяч после регистрации можно забрать по ссылке в закрепе. И тот крайне успешный сезон 92-го стал для Цимбаларя последним в Черноморце. В конце года за этим талантливым левшой пришел Спартак. Идея перевести в Москву Цимбаларя вместе с его самым близким другом Юрием Никифоровым пришла Олегу Романцеву после выездного матча красно-белых в Одессе, где Илья забил Спартаку гол и в целом откровенно возил оборону народной команды. При этом дуэт друзей также вел переговоры с московским «Динамо». Но оказалось, что тогдашний помощник Романцева Александр Тарханов знал дятю Никифорова. И путем нехитрых манипуляций спартаковцам удалось обойти «Динамо» и склонить молодых ребят к выбору именно красно-белых цветов. Ну и это был как раз тот самый случай, когда игрок и команда были созданы друг для друга. Хотя все же 23-летнему Илье чуть-чуть пришлось перестраиваться. Свой лучший отрезок в Черноморце Цимбаларь провел после смены позиции, перейдя с фланга в центр, где из него сделали диспетчера. С тем же предназначением его, в общем-то, и приглашали в Спартак. Однако Романцев настаивал на том, чтобы Циля не передерживал мяч и играл в более командный футбол. Поскольку в Черноморце он был самым техничным игроком команды и зачастую строил атаки и продвигал мяч вперед. Даже не столько за счет передач, чего и следовало бы ожидать от диспетчера, а за счет своего непредсказуемого кошачьего дриблинга. Так что Романцеву пришлось потратить определенное количество времени, чтобы Цимбаларь идеально вписался в спартаковскую систему. Но оно того стоило. Ведь именно Цимбаларь впоследствии станет главным символом гегемонии красно-белых в 90-е. Кроме того, Илье не так уж и просто далась акклиматизация в громадной суетливой Москве. Он сразу переехал с семьей, с двумя детьми. И первые месяцы в столице семейство Цимбаларей проживало на спартаковской базе в Тарасовке. В своем дебютном сезоне в вышке Илья вместе со Спартаком стал чемпионом. Новичок забил пять мячей во всех турнирах, вошел в топ-10 игроков команды по проведенному времени на поле и вошел в число 33 лучших игроков турнира на позиции полузащитника. Красно-белые просто катком проехались по чемпионату, закончив его с разницей мячей плюс 63. В 94-м Цимбаларе уже потихонечку начинает забирать себе все стандарты и начинает примерять на себя роль лидера на поле. Человека, конструирующего и определяющего атаки Спартака. И это у него с блеском получается. Причем именно в этот период он начинает больше импровизировать, что Романцев в итоге принимает. И впоследствии он вообще предоставит Илье чуть ли не самую большую творческую свободу во всей спартаковской системе футбола. И не только футбола, но об этом чуть позже. По ходу 94-го полузащитник очень ярко дебютирует в Лиге чемпионов, демонстрируя, что он полностью готов к такому высокому уровню. Кроме того, в том же году Цимбаларь впервые получает вызов в сборную. Играя за Черноморец, он успел тогда провести три матча за сборную Украины, но то были лишь товарники. Так что, перейдя в Спартак, он принимает решение выступать за российскую национальную команду. И спустя несколько игр Спартаковец включается в финальную заявку сборной на чемпионат мира в США, где он проведет два матча, но не поможет сборной выйти из группы с Камеруном Бразилией и Швецией. Ну и самое время вернуться к той самой творческой свободе. Проблемы с режимом начались у Цимбаларя уже на второй сезон в Москве. Видимо, тогда, наконец, и наступила та самая акклиматизация. Хотя до поры до времени Романцев многое прощал одному из своих любимчиков. Но в конце 94-го Циля вместе с Раизом Мамедовым исполнил так исполнил. Спартаковцы оформили чемпионство за 4 тура до финиша. И перед выездом к текстильщику в Камышин Мамедов и Цимбаларь просто... исчезли. Оказывается, они уехали отмечать чемпионство на дачу в Подмосковье. И затем явились спустя несколько дней с повинной. Романцев сослал их в дубль, а затем еще довольно продолжительное время чехлил в запасе. Но при этом важно понимать, несмотря на свои периодические загулы, Илья знал меру и понимал, что ему придется отрабатывать все эти загулы вдвойне. И он их отрабатывал. И на этот счет у них было просто идеальное взаимопонимание с Романцевым. Этакое устное соглашение, которое они не проговаривали вслух. И остается только гадать. А если бы Цимбаларь как-то более профессионально подходил к режиму, к своему здоровью, к прочим моментам, то смог бы он построить еще более впечатляющую карьеру. Вообще Илья, конечно, был настоящей душой красно-белой раздевалки. Вечная улыбка на лице, постоянные шутки, подколы. Ну, одним словом, одессит. И подобный склад характера целиком и полностью воплотился в его игровые умения. Вот этот его веселый кураж нашел отражение в его технике, в его дриблинге, в его умении повысить градус игры и сыграть нестандартно, в самый необходимый момент. Кроме того, волшебная левая нога Ильи мастерски исполняла стандарты и пуляла в самое яблочко дальние удары. Самое удивительное и вместе с тем подчеркивающее гениальность Цимбаларя обстоятельства заключается в том, что свой сильнейший в карьере сезон 95-го года он как раз начинал в дубли, отбывая наказание и пропустив часть предсезонных сборов. Спартак в 95-м впервые за 4 года упустил золото, финишировав всего лишь третий. Причины подобного результата во многом кроются в неудачном старте команды в чемпионате, который совпал с травмой Цимбаларя. Однако же при этом красно-белые выдали исторический результат в Лиге чемпионов. До сих пор лишь 5 клубов смогли одержать 6 побед на групповой стадии. Даже несмотря на утешительные бронзовые медали, настрелявший 20 результативных очков Цимбаларь был признан футболистом года в российском футболе. И именно после получения этой награды и впечатляющей игры в Лиге чемпионов на Илью, наконец, обратили пристальный взор в Европе. Правда, тут его уже потихоньку начинает подводить здоровье. Игра на уколах и разрыв мениска в конце 95-го. В Спартаке форсируют восстановление Ильи, чтобы он пришел в норму к матчам первого раунда плей-офф против Нанте. Однако у Цимбаларя не получилось набрать кондиции, и к противостоянию с французами он подошел абсолютно не готовым. Спартаковцы проиграли в два мяча по сумме двух матчей, и после впечатляющего результата в группе бесславно вылетели в первом же раунде плей-офф. Зато в этом новом сезоне красно-белым удается вернуть себе золото, и это несмотря на уход из команды многих значимых игроков. На английский Евро 96-го года Цимбаларь едет уже как полноправный лидер полузащиты сборной. Однако наша национальная команда проводит очередной неудачный турнир и довольствуется четвертым местом. Хотя и группа, прямо скажем, была довольно сильная. И именно по ходу турнира спартаковцу прилетает первое конкретное предложение из Европы. В отель, где располагается сборная, приезжают представители итальянской Перуджи, которые обсуждают условия личных контрактов с Цимбаларем и Никифоровым. Стороны достигают устной договоренности. Спустя пару часов в эту же гостиницу заезжает Дина Цзов, возглавлявший тогда Лаццо. И существует несколько версий дальнейшего развития событий. Кто-то рассказывает, что Илья отказывается, так как римляне не хотят покупать вместе с ним Никифорова. Кто-то считает, что в Слацуо просто не смогли договориться по деньгам. Однако же я больше склонен доверять версию сына Ильи. Цимбаларь поблагодарил Дина Цзов, но сообщил ему, что они уже ударили по рукам с Перуджей. Сборная вылетает с турнира. Спартаковцы возвращаются в Тарасовку и Никифоров с Цилей идут к Романцеву сообщить о соглашении с итальянцами. Он говорит «Окей, без проблем, пока тренируйтесь, работайте, а мы пока будем договариваться с Перуджей по трансферной сумме». Но и в итоге эта история так и повисла в воздухе. Спартак заломил ценник и Перуджа вышла из переговоров, а возвращаться к варианту с Лаццо уже было поздно. Кроме того, в 96-м с Ильей еще связывались и с Турцией, где Фенербахчи предлагал ему какие-то сумасшедшие деньги. Однако, по легенде, Спартак снова заломил за своего полузащитника очень большую сумму. Тут стоит понимать, что в 96-м в Спартаке началось очень серьезное обновление и омоложение состава. Так что 27-летний Цимбаларь, который в том сезоне впервые примерил капитанскую повязку, уже считался настоящим красно-белым ветераном. В этом статусе он возвращает Спартаку чемпионский титул и открывает вторую пятилетку 90-х, которая получится не менее яркой, чем первая. Хотя старт 97-го, как, впрочем, и в целом весь сезон, вышел для Ильи плохим. Тем не менее, впервые за два года он начинал сезон полностью здоровым и без проблем с режимом. Он прошел с командой полную предсезонку, набрал хорошую форму, настреляв шесть результативных действий в шести стартовых турах, а затем снова сломался и в итоге весь сезон пошел под откос. Поскольку даже после операции и длительного восстановления Илью перманентно беспокоила колено, и он не мог играть на долгих дистанциях. Так что в 97-м основными действующими лицами красно-белых стали уже Оленичев, Титов, Кеченов и Тихонов. Циля же усиленно лечился, чтобы в полном здравии подойти к 98-му, который станет пусть и коротеньким, но все-таки ренессансом. После отъезда Оленичева в Рому, Романцев окончательно возвращает Цимбаларя в центр поля. И 29-летний Циля практически повторяет свой феноменальный сезон 95-го. Причем по чистым цифрам он его даже серьезно обгоняет. Плюс к этому Спартак дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где случилось легендарное противостояние с Интером, где красно-белые играли на равных с итальянцами. Но все решил фактор зубастика Роналду. То был весенний плей-офф прошлогоднего розыгрыша Еврокубков. Ну а уже осенью случился, пожалуй, главный матч в карьере Цимбаларя. Игровая активность берет короткую паузу, и в этот период понижение спартаковской концентрации Реал наконец вымучивает гол. Испанская радость показательна, разминка резервистов по поводу открытия счета практически не прервалась. Пока испанцам везет, и пробудившаяся своенравность хидинга дает об этом знать. На самом деле Реал хозяин счета, но не положение. Самоуверенность Реала вряд ли способствовала изучению ударных характеристик левой ноги Цимбаларя. 1-1, но окончательный триумф русско-спартаковского духа еще впереди. Цимбаларь на пороге новой атаки ищет продолжение, и сначала оно видится ему в навесе, но походу решение меняется. А то, что произошло дальше, уже успело стать историей. Ну-ка, Ротсон, ну-ка бей, родной, гол! Гол! Спартак выходит вперед, 2-1. Вот что значит контратака. Ликуйте и радуйтесь жизни в это наше бездарное время. И поздравьте, Спартак! Владимир Маслаченко, дружная команда спортивного канала НТВ+. И спасибо за внимание. Пока! Шикарная волевая победа над мадридским Реалом. И по сей день многие любители футбола и болельщики, неоднократно посещавшие лужники в разные времена, считают, что такого градуса, такого эмоционального всплеска от самой игры и итогового результата российский футбол просто не видел. После игры к Илье подошел Фернандо Ерро, который сходу ему заявил, «Мол, давай, парень, через год ждем тебя в Мадриде, примем как полагается, ни о чем не переживай, и я даже готов тебе отдать свой четвертый номер». Цимбаларь, как обычно, перевел это все в шутку, но оказалось, что Реал действительно вышел затем на Спартак с предложением. Вернувшись из отпуска, Илья узнал, что клубы действительно вели переговоры, и его сын раскрывает даже сумму, которую Реал готов был заплатить. Но Спартак снова что-то не устроило. Ну и в 98-м же произошла одна из самых загадочных историй, связанных с Цимбаларем. Илья поехал на просмотр в лондонский Арсенал. На просмотр. 29-летний футболист с почти тремя десятками матчей за сборную, с двумя большими турнирами за плечами, с кучей игр в Еврокубках. В этом контексте слово «просмотр» даже просто звучит как-то оскорбительно. Но я уверен, что максимально добродушный и простой Цимбаларь на это даже и внимания не обратил, приняв предложение от лондонцев поучаствовать в просмотре. И по словам самого Ильи, он вроде бы неплохо себя там показал. Во всяком случае, местные ветераны остались им довольны. Подарили ему бутсы и сказали, что окажут полный спектр британского гостеприимства, когда он переедет в Лондон. Венгер, правда, французский пройдох, а чуть позже сказал, что Цимбаларь не умеет играть головой. Ну и уже по Цимбаларевской классике эта история ничем не закончилась. Кто-то говорит, что в Лондоне остались недовольны просмотром, кто-то снова отмечает категорическую несговорчивость Спартака по трансферу Ильи. Сам Илья был уверен, что снова не договорились по деньгам. И вообще это довольно странная история, с тем учетом, что Спартак по ходу 90-х вообще безо всяких проблем отпускал игроков, перестраивался и в целом довольно безболезненно обновлял состав и восполнял потери лидеров. Так и почему же с Цимбаларем клуб каждый раз вставал в такую позу? Непонятно. Но так или иначе, это была, наверное, последняя возможность уехать в сильный европейский клуб. Потому что дальше уже начался закат Цили. И сезон 99-го оказался для него последним в Спартаке. Причем расставание вышло, мягко говоря, неприятным для всех сторон. Этот год в целом получился очень тяжелым по здоровью и обострившимся старым болячком. Хотя начиналось все довольно неплохо. Романцев вернулся в сборную и первым делом вернул в команду Илью. Не броско сыграв в двух играх отбора на Евро, Циля в июне выдает топовый перформанс на Стат-де-Франс, куда он приехал вообще не набрав кондиции, спустя пару месяцев после операции в разгар восстановления. По сути, он не должен был и не мог физически играть в этом матче. Однако он вышел по итогу на замену на 20 минут в матче с чемпионами мира с установкой от Романцева «что-нибудь придумай». И он придумал. В концовке игры Цимбаларь ворвется в штрафную, уберет на замахе Марселя Десаи и, не пожадничав, выкатит пас Конфету на решающий гол Карпина. Честно сказать, я четко помню этот вечер и сейчас, потому что это самое яркое воспоминание из раннего детства. Мне без двух месяцев семь лет родители оставили нас с братом у дедушки и мы вместо того, чтобы спать по распорядку, смотрим эту игру. И это реально был настоящий праздник. Финал отбора мы, правда, смотрели в той же компании и это уже была трагедия. Да и, в общем-то, невзгоды Цимбаларя начались уже во второй половине 99-го. Снова череда травм и старых болячек, снова тяжелые периоды восстановления. Хотя спустя месяц после Франции был еще тот самый выставочный матч в Австралии, где Цимбаларь играл за сборную мира. Первый российский игрок, получивший официальное приглашение от FIFA после легенд советского футбола. Ну и самое время для, пожалуй, самой грустной части этого ролика. Финал Цимбаларя в Спартаке. К большому сожалению, в российском футболе в целом как-то не очень получаются прощания больших клубов со своими значимыми игроками. Так все вышло и в нашей истории. 28 сентября 99-го. Лига-чемпионский матч против Бордо, ставший для Цимбаларя последним за Спартак. До конца сезона он просидит на лавке. Ну а ближе к зиме Романцев скажет, что Циля больше не тянет. Не выдерживает конкуренции с более молодыми и здоровыми ребятами. Вообще легенда гласит, что там были выражения и покрепче. Напомню, что всего за три месяца до матча с Бордо Романцев с установкой «Илюша придумай что-нибудь» выпускал на французов абсолютно неготового Цимбаларя. А буквально в прошлом сезоне он был капитаном и набил впечатляющую статистику. Но к чести Ильи он очень достойно воспринял это решение главного тренера. Подчеркнув, что Романцев очень многое сделал для него, как для человека и как для футболиста. И он всегда будет ему за все это благодарен. Ну в какой-то степени да, я могу наверное и Романцева понять. Одно дело идти на компромисс и закрывать глаза на какие-то вещи во время подготовки, когда игрок еще в самом расцвете сил и он прям пышет здоровьем и дает результат. И совсем другое, когда уже начинаются проблемы. Тогда уже и задумываешься, а стоит ли того этот компромисс? И получается, что та самая устная договоренность между двумя людьми перестает работать. Да, формально многие расценят это как предательство. Ведь игрок отдал много лет клубу, жертвовал здоровьем и играл на уколах очень много лет. В общем, делал очень многое на благо Спартака. Но с другой стороны, это же просто трезвый расчет и ничего более. Если мы рассматриваем эту ситуацию не в контексте именно межличностных отношений Романцева и Цимбалария, а конкретно сквозь призму профессии. Трезвый расчет, блин. Тогда снова возникает вопрос, а почему же было все-таки не отпустить Илью на самом пике в Европу? И денег бы заработали, и в целом эта история не закончилась бы так грустно. В конце года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Несколько месяцев Цимбаларь самостоятельно поддерживал форму. Ну и весной 2000-го Илья стал игроком Локомотива. Однако же продолжительным этот союз не получился. Цимбаларь вспоминал, что тогда в Локо был футбол в корне, отличающийся от спартаковского стиля, и к которому он так и не смог приспособиться. В этой системе игры у него был постоянный дискомфорт. Ну и плюс здоровье, как ни крути, смена системы тренировок, системы подготовки для столь зрелого игрока, который со своими особенностями по части режима и всех этих дел – это огромный стресс. Ну и про ментальную составляющую не стоит забывать. Это был, наверное, самый тяжелый момент в жизни отца, 100%. Потому что таким вот, как в то время, я его не помню, это вечно веселый, улыбающийся человек, который 99,9% юмора и 0,01% серьезности. Психологически очень тяжело ему было. Мы, как семья, поддерживали его как могли. Но это, знаете, как вот он потерялся в жизни. Вот у меня такое ощущение, вот сейчас вот я вспоминаю это все, человек потерялся в жизни, он не понимал, что будет дальше. Тем не менее, именно Циля своим решающим голом в финале Кубка России принес команде трофей. В 2001-м Цимбаларь перешел в Анжи, и это уже было чисто коммерческое продолжение карьеры, которое спустя год вообще перетекло в офисную работу, когда Илья уже формально завершил карьеру и стал вице-президентом клуба. Такое большое имя хорошо отразилось бы на бренде Анжи и в целом на республике, где в начале 2000-х шло бурное развитие футбольной индустрии. Однако, поработав в новой роли буквально пару месяцев, Илья понял, что ему это совсем не интересно. Так что в 2002-м он покидает Дагестан и берет небольшую паузу. Чтобы спустя год вернуться в футбол уже в качестве тренера. Цимбаларь стал тренировать юношеские команды Спартаковской академии, а затем перешел в дубль. Но ненадолго. В 2004-м его пригласил в Химки Андрей Червиченко. Сперва как исполняющего обязанности, а затем уже и как утвержденного главного. Правда, этот союз продлился всего три месяца. В течение последующих шести-семи лет было еще несколько клубов из низших лиг, где Цимбаларь задерживался максимум на год. И только в Нижнем Новгороде он провел полтора. Олег рассказывает, что у отца были особенные принципы по части тренерства, и для него было прям недопустимо, чтобы руководители клуба лезли в его работу или как-то оказывали влияние. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что сейчас это нереально, и все должны работать сообща в полной синергии, так или иначе подстраиваясь под многие нюансы и обстоятельства. Но Цимбаларь был непреклонен. И последним местом работы Ильи также стали Химки, куда он пришел как помощник Григоряна в 2011 году. Но, как и в первый заход, сотрудничество очень быстро прекратилось. И в начале 2012 года Цимбаларь решил взять паузу от работы в футболе. Он гонял мяч за ветеранов и все так же, как и в молодости, удивлял всех своей волшебной техникой. Но при этом друзья отмечали, что он пусть и продолжает быть тем самым жизнерадостным, вечно шутящим и всех подкалывающим Цилей, но вместе с тем за этой улыбкой как будто бы скрывались горькие и глубокие переживания по поводу его невостребованности после ухода из Спартака. Однако его все поддерживали и верили, что все наладится, что все еще впереди. Тем более, какие были его годы. Но, к большому сожалению, этой паузе от футбола закончиться было не суждено. Крики чайки на белой стене Окольцованы черной луной Нарисуй что-нибудь на окне И шепни на прощанье рекой Это все, что останется после меня Это все, что возьму я с собой Это все, что возьму я с собой Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова